Владимир Ужицкий провел очередную встречу с жителями. Вопросы главе округа и его заместителям задавали по телефону прямого эфира и посредством социальных сетей. Какие вопросы волнуют люберчан, узнали мои коллеги. Основная тема диалога с жителями – строительство объектов социальной инфраструктуры. Детские сады, школы и поликлиники должны находиться в шаговой доступности. В этом году в округе введут в эксплуатацию пять социально значимых объектов. Это детский сад на 360 мест в районе Зиме. Школа на 825 мест – это город Люберцы, улица Урицкого. Поликлиника на 600 тысяч дней в смену, а также станция скорой помощи на 4 машинные места в микрорайоне Зиме. Также мы в текущем году откроем детскую поликлинику на 150 тысяч дней в смену на улице 8 Марта. В жилом комплексе «Тамилино-парк» всего один детский сад. На всех мест не хватает. Но это вопрос времени. Ситуация в микрорайоне скоро изменится в пользу жителей. В данном жилом микрорайоне планируется строительство трех детских садов. Первый мы начинаем в текущем году со сроком завершения 23-й год. Это садик на 360 мест. Далее следующий садик идем в 24-м. И, соответственно, крайний третий сад идем в 25-м году. То есть, соответственно, обеспеченность данного микрорайона детскими садами будет полномобильным. Один из ключевых вопросов, который волнует жителей округа – когда в поселке Октябрьском построят поликлинику? Ее возведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Поликлиника будет на 500 посещений в смену смешанного типа для детей и для взрослых. Приступают в этом году к проектированию поликлиники. И 25-й год – окончание ее комплектования оборудования и окончание строительства. Скоро в округе приступят к строительству дороги, которая свяжет Латкарина и Железнодорожный. Трасса пройдет через Тамилина и Красково. Завершить работы планируют в 2025 году. Третий московский центральный диаметр пройдет через Люберцы. Добраться в Москву и Раменское из округа будет быстрее. Новый МЦД – это 14 станций с пересадками на метро, МЦК и пригородные поезда. МЦД-3 уже приступили к проектировочным работам. И срок реализации с 22 по 26, по-моему. Также на встрече обсудили вопросы ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий, незаконное проживание в квартирах мигрантов и некачественное оказание услуг управляющей компанией в ЖК «Кореневский форт» и «Малая Павлина». По всем вопросам будут приняты соответствующие решения.